Сегодня вы узнаете, действительно ли здесь живут самые богатые и благополучные люди России. Как вы думаете, в каких домах живут люди в самом благополучном регионе России? Ну, по логике это должно быть что-то красивое, светлое, яркое, одним словом, достойное. Такие дома есть, в основном в центре города Салихард, но это чаще всего административное строение, а обычные люди живут, ну я не ожидал, если честно, в двухэтажках деревянных, и это если еще повезет. Мы приехали в частный сектор и нашли здесь людей, которые живут в бочках. Ребят, бочки! Люди живут в 21 веке, в самом благополучном регионе России, в бочках. Просто уму непостижимо. Пойдемте в какую-нибудь бочку зайдем и посмотрим, что, почему, почему это вообще происходит так. Да, обычно в горах такие бочки заводят, потому что туда очень сложно что-то вообще завести. Где-то наверху в горах какие-то базы. Они вот в таком виде просто. Это просто бочка, реально. В ней, возможно, хранили раньше молоко. Возможно, в ней пиво, не знаю, хранили. То есть она металлическая. Пойдемте посмотрим, кто там живет. Интересно, там круглые стены? То есть они вот прям так в круге живут. Круглые стены дома. Здравствуйте! Здрасте! А мы снимаем про вот эти дома, и нам стало интересно, правда ли, что внутри стены тоже круглые? Ну, можно посмотреть, но просто-напросто беспорядок. И я не хочу, чтобы снимали именно... Вас мы не будем снимать, просто стены поснимаем, бочка. Как получилось, что вы живете в бочке? Как получилось, что мы живем в бочке? Да. Ну, вот снимайте здесь. Вот, 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 и правда. Круглые стены. Круглый потолок. А вы их обшили, да, чем-то? Нет, они обшиты. Они были обшиты? Они обшиты. То есть у вас здесь коммуникация есть, да? Да, коммуникация есть. А как вышло, что вы живете в бочке? Просто-напросто однокомнатная квартира у родителей. с печным отоплением, да, ну, уже взрослые люди. А вы давно живёте уже здесь? Давно. Сколько? Ой, 20 с лишним лет. Знаете, посмотрели «Пластелин колец» фильм? Там тоже, помните, эти норы, они тоже такие круглые. Что делать, видите, при всём желании купить у нас здесь жильё, мы не успеваем при всём желании. В смысле, не успеваете за ценами? За ценами, это однозначно. А сколько стоит такая бочка? А бочка, я не знаю, сколько стоит. А квартира однокомнатная сколько стоит? Квартира однокомнатная стоит в пределах, ну, от 2 миллионов, наверное, и больше. Как в Москве, да? Да. Спасибо большое. А зимой не холодно? Нет, отопление. Ну, вдруг, вдруг. Спасибо большое, всего доброго. До свидания. Так, ребят, ну вот, вы увидели людей, которые живут в бочке, выглядят они, ну, вполне счастливыми. Ну, это, конечно, дикость полная, жить в бочке, в самом богатом регионе. Сколько стоит такая бочка, интересно? Её же вообще везде можно поставить. Жильё в самом богатом регионе России. Бочка. Едем дальше. Настюх, бочки – это ещё фигня. Смотри, тут у некоторых людей целлофан вместо стёкол. Да, жуть, конечно. Первое, что бросилось в глаза – это вот эти многоэтажные дома в самом центре города, которые были построены для департаментов, но сейчас они пустые. И вот я не понимаю, как просто независимый человек, почему в эти дома не заселяют людей, которые живут в двухэтажных деревянных просто хибарах с стенами, с фанерой, и заклеивают окна целлофанами, потому что дико холодно. Почему просто не улучшить жилищные условия, хотя бы на короткий промежуток времени, сдав эти дома в аренду? Ведь жилищные условия определяют состояние человека. В хороших условиях человек развивается. Это я вам говорю, как фэншуист. А в плохих условиях человек загибается. История этих зданий очень весёлая. Губернатор Кобылкин решил построить эти два корпуса, чтобы перенести в них разбросанные по всему Салихарду региональные департаменты и управление. Но фишка в том, что это получились самые большие и роскошные дома в городе. Они очень сильно выделяются на фоне типичных для Салихарда деревянных разваливающихся двухэтажек. Заметил это и Путин во время одного из своих приездов на Ямал и запретил переселять сюда органы власти. Теперь эти девятиэтажки белеют на весь Салихард как символ дебилизма и оторванности власти от народа. Город Нягонь построен теми, кто ехал сюда со всего Советского Союза. В конце 70-х здесь нашли нефть. Много нефти. И стране срочно понадобились геологи, нефтяники и строители. Их расселяли в металлические вагончики и бочки. Тогда думали, что на время. Но нет в России ничего более постоянного, чем временное. Теперь Нягонь – российская столица вагон-городков. Здесь около тысячи бочек и вагонов, разбросанных по всему городу. Они стыдливо прячутся в промзонах и среди новостроек. Из дороги почти не видны. Но в них, по разным данным, проживают от полутора до десяти тысяч человек. В совершенно жутких условиях. Вот это вот наше жилье, в котором мы проживаем. Вагон стоит полностью на земле, полы холодные. За три с лишним десятилетия, что эти вагоны притворяются домами, они обросли деревом, шифером и рубероидом. И все это уже по несколько раз успело сгнить и развалиться. Но жизнь внутри этих строений все равно продолжается. Вот это как бы наше жилище, где проживают двое несовершеннолетних детей в таких условиях. Уже сразу и не поймешь, где тут сам вагончик, а где сделаны позже деревянные пристройки. В этом доме, например, сейчас живут семеро по лавкам и кроватям. Сами посмотрите, мы сейчас вот как живем, мы ютимся. Вот если вы заметили, у нас в комнате стоят вещи в пакетах, потому что нам реально их некуда выкладывать. Мы необходимое достаем, не нужно убираем. Получается вот так вот. В этом помещении места так мало, что даже двое с трудом расходятся. За окном всего плюс шесть и в комнате холодно. Из-за того, что коммунальщики за долги отключили отопление. Теперь даже крысы замерзают и перебираются из-под пола поближе к людям. Прям везде под кроватью у нас везде крысы. Днем входит или как? Ночью. Может даже и днем, когда нас не бывает, они здесь. У нас игрушки, вот видите, у ребенка в пакете, потому что мы на пол ничего не можем ставить. У нас все вот в пакетах. Хлеб там у нас вот тоже в пакетах. У нас все в пакетах, все практически на потолках. Пока мы беседуем, из-под деревянной обшивки вагончика доносятся шуршание и писк. А на кухонном куске мыла видны следы крысиных зубов. По утрам приходится перемывать посуду, чтобы покормить детей, допустим, как бы помыть кружки, помыть тарелки. А что вы боитесь, что... Ну, потому что они ночью лазят везде, да. На улице идет дождь. Из провисшего, словно грязный мешок потолка, вода льется в подставленные тазы и кастрюли. Где протечет в следующий раз, никто не знает. Быть может, на телевизор, а возможно, прямо на спящих хозяев. Так что во время дождя лучше быть на чеку. А наполняется вот тазиком. Убираем и выливаем на улицу. Вот так вот. И еще раз. Пока не заканчивается та вода или остается меньше. Климат в Нягоне суровый. Зимой до минус 50, а летом часто бывают дожди. Так что дольше трех-четырех лет ни один ремонт здесь не держится. Вот смотрите, вот была крыша. Вот посудовая была крыша. Мы чуть приподняли ее. Заколотили заново другую крышу, чтобы не разбирать, потому что все трухлявое. Разбирать смысла никакого. Все гниет. Вот смотрите. Вот все сгнившее. Тут грибок уже. У меня ощущение, что я не живу в России, а будто что Нягонь – это не Россия, а какая-то отдельная страна. Формально в Нягоне сейчас идет переселение людей из вагончиков в квартиры. Городские власти уже даже начали выдавать специальные сертификаты с гарантией оплаты нового жилья, в которых почему-то не оказалось маленьких детей. Не входит у нас детки в программу. Теперь родившейся после 2012 года. Почему? А вот почему нам тоже интересно. Если у меня дочь родилась, она гражданка Российской Федерации, она имеет право на приобретение квадратного метра, она имеет право на участие в этой программе. Я не понимаю и не знаю, откуда берутся такие законы, что с 2012 года наши дети не имеют права участвовать в этих программах. Вот оно, гарантийное письмо от городской администрации. Из семерых прописанных, право на получение жилищной субсидии имеют лишь пятеро. А двоих малышей, родившихся после 2012 года, для городских властей как бы не существует. И это минус полтора миллиона рублей на будущее жилье. Огромные для Нягони деньги. Мы обрадовались, что сейчас, наконец-то, мы все переедем в нормальные условия. У нас у всех будет свое жилье, нам не придется скитаться больше нигде. Что у каждого будет свой уголок. И когда нам предоставляют вот эти гарантийные письма, да, вроде бы вот они, радоваться надо. Пусть даже мы возьмем эти ипотеки, там будет 300, 400, 500 тысяч. Но когда ты смотришь, что сумма-то гораздо занижена на полтора миллиона, получается у меня племянница и мой ребенок, они не попадают в эту программу. И просто волосы на голове начинают шевелиться, потому что, ну нет, если бы у нас были такие средства, ну неужели мы бы не приобрели себе уже квартиры? У Оли два высших образования, но она работает кладовщиком в крупной нефтяной компании и получает меньше 20 тысяч рублей в месяц. А дом, в котором она прописана, уже давно снесли. И теперь вот ее официальное место жительства – на пустыре, за забором полицейского управления. Получается так, что у мужа я прописаться не могу, потому что запрещено. И просто я живу на пустыре. В ожидании положенного им жилья они буквально бегут из гнилых холодных вагонов к родственникам, знакомым и на съемные квартиры, потому что так жить невозможно. А построить что-то новое власти не разрешают. Своими руками, да? Да, это у меня делал все муж сам, собственно, ручно. А почему остановили строительство? Ну, пришло письмо. Письмо о том, что мы не имеем права строиться. Если мы будем отстраиваться, на нас подойдут в суд. Самозахват территории. Ну, вот так вот я стою, на самом деле, у меня пол гуляет под ногами. Да, нужно быть осторожным, можете провалиться. Вот здесь уже, да, да. Ну, я вижу, да, здесь провалывались. Это проваливались, вставали сюда и проваливались. Михаил, муж Ольги, родился и вырос в этом вагончике. Но никакая ностальгия не заставит его жить здесь дальше. Вы мечтаете, скорее, убраться отсюда от этих мест? Родное. Или все-таки родное, да? Да нет, все равно хочется более лучшие условия и для детей также. Здесь жить-то тоже тяжело. Когда мы только познакомились, он очень стеснялся сюда меня привезти. Я пришла, когда я увидела, я говорю, ну, конечно, вида я ему не подала, потому что как человек он очень хороший. Ну, как, с мужем разве будешь жить, да, с плохим человеком? Столько лет уже прожили. Естественно, я была удивлена, насколько это все вот такое бывает вообще. В июне 2017-го жители вагончиков воспряли духом. Президент Путин во время прямой линии на вопрос жительницы Нягани о том, когда их, наконец, расселят, пообещал решить проблему вагон городков. Деньги в программе «Жилище» на это есть. В том числе и на 2017-й год. Значит, мы будем выделять эти средства до тех пор, пока задача решена не будет. Вот так вот. Видите, значит, поступление средств будет. Значит, у нас есть возможность сидеть и ждать, когда на мои детей поступят средства и на меня. Вот такая феерическая радость-то была. Захотелось всем звонить, я начала всем звонить. Знакомым друзьям, говорю, вы видели, вы видели. Но радость обитателей вагончиков была недолгой. Власти Нягани заявили, что переселить вагон городки сразу одним махом они не в состоянии. Ну, все как обычно. Денег нет, но вы держитесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова